If you want to say to people, you say you haven't told enough. I'll have a good book one day. A good mysterious book. Эммара Бритни Спирс, Женщина во мне, наконец-то увидели свет. И мы сегодня с моей подругой Натальей обсудим все важные моменты более глубоко, подробно. Наташ, ты вообще первая прочитала эту книгу вместе со мной. Я читал, ты слушала. Во сколько? Когда? Как ты получила книгу? Саша, все случилось 24 октября в 10.05 по московскому времени. В день релиза я открыла свое приложение Audible, которое работает, кстати, для всех желающих. Оно работает на территории России. И там появилась моя предзаказанная аудиокнига Бритни Спирс, The Woman in Me. Какое послевкусие у тебя после прочтения этой книги? Я со своим женским взглядом сейчас использую цитату мужчины, вернее, цитату, которую Бритни использовала в своей версии песни Бобби Брауна. Так вот, Бритни, наконец, спустя 20 с лишним лет смогла поделиться той правдой, которая стала в буквальном смысле настоящей оплевухой всем людям, которые в течение 20 лет, опять же, позволяли себе ее унижать, опускать ее достоинства, как женщины, как матери. Теперь, когда вся эта правда, наконец, увидела свет, вопрос к людям, могут ли они сейчас поднять хотя бы часть своего языка, чтобы что-то сказать в сторону Бритни плохое. Или все-таки они, наконец, уйдут. Книги нужно читать полностью, а не ориентироваться на статью New York Times или еще кого-то, кто считает себя в праве судить о людях по каким-то вырезкам из их жизни. И поэтому вся книга полностью, она открывает именно ту Бритни Спирс, которую мы по-настоящему и поклонники любим. Именно ее как исполнителя, как талантливого артиста, как настоящую мать, которая любит своих детей, которая заботится обо всех, как настоящего хорошего человека. Чтобы увидеть полную картину, сегодня мы начнем с детства, с самого начала, да, что описывается в книге, как Бритни описывает свои первые воспоминания. Что запомнилось тебе, вот из того, как она себя помнит маленькой? Мне запомнилось то, как Бритни описывает свои первые впечатления о своей увлеченности музыкой. Она рассказывает, что у них дома иногда приходил хаускипер, то есть тот, кто занимается домом, кто делает там уборку. И, не знаю, там не было указано, женщина это или мужчина, но Бритни слышала, как этот человек поет песни. Человек пел госпел. И Бритни использует такую фразу, как Что, когда я пою, я чувствую себя по-настоящему собой, живой, то есть я полностью я. И я этого не стесняюсь, я это показываю. Что касается личной жизни и отношения Бритни в кругу семьи, меня лично поразила история об ее отце, да, А точнее даже о бабушке с дедушкой, потому что Бритни рассказывает, что у нее была бабушка Джин, и ее муж Джун, который является дедушкой Бритни, он вообще был таким абьюзером. И она говорит, в принципе, что в семье Спирс мужчины к женщинам относились не очень хорошо, и бабушка Бритни потеряла ребенка, она родила ребенка, и через три дня он умер. Она очень страдала, видимо, у нее была депрессия. И дед Бритни, отец, то есть ее отца, посадил вот эту бабушку на литий. Почему Бритни дает отсылку к этому действию, да, в начале своей книги, вот неспроста, мне кажется. Она говорит, что бабушка в итоге застрелилась на могиле умершего ребенка, и потом он издевался и над другими женами, а над своей приемной дочкой он вообще ее подвергал сексуальному насилию до 16 лет, пока она не сбежала из дома. Это дед. Но Бритни запомнила этого деда очень добрым, таким спокойным, потому что, она говорит, 50 годам к старости он успокоился. И я, говорит, маленьким ребенком запомнила его уже не таким тираном. Бритни в своей книге вначале говорит об отце в очень таком нейтральном контексте. То есть она его там не шемит, да, не оскорбляет. И она говорит, что возможно потому, что его отец так относился к нему, в нашей семье, к Брайану, к Джимилин, ко мне. Отец, вот так вот, мы, говорит, были надгуденав, всегда мы были недостаточно хороши. Она часто прямо использует эту фразу, что я всегда хотел, чтобы папа меня любил, но в его глазах я не всегда была недостаточно хороша. Вот чтобы я не делала, все это я как будто бы не дотягивала. Но в детстве он больше пушил Брайана, давил на Брайана, потому что заставлял его заниматься спортом, там до меня есть деможение, хотя он этого и не хотел. В общем, мне кажется, вот не случайно эта отсылка, когда она говорит о своей семье в контексте того, что потом сделали с ней. И там ведь не только отсылка к Литию, там в принципе все, наверное, первые пять глав, это именно такая подготовка читателя, чтобы он мог сам создать свое мнение насчет того, почему родители вели себя таким вот образом, которым они вели. И там также, кстати, было сказано про постоянные конфликты между мамой и папой в ее семье, что они постоянно ссорились. Да, и я на самом деле прям тоже вот на себя эту историю примеряю, потому что тоже мне знакомо, мама с папой ругаются, вот они орут, она говорит, мы с Брайаном не можем уснуть, он просто пьяный в рыбаган валяется, папаша. И он, говорит, даже не реагирует на ее, она вот орет, 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 и в тот момент, говорит, я ненавидела ее, потому что она никак не затыкалась, а мы с Брайаном не могли спать. Говорит, я выходила в комнату, вот она пишет, я говорю, мам, ну оставь его в покое, он пьяный, ничего не соображает, она меня не слушала, я, говорит, пыталась там уснуть. А днем мама была очень приветливой такой вот женщиной, которую все любили во дворе, вот школьной учительницей она работала. Я вот сейчас еще подумала, что, возможно, это для чего сделано, чтобы показать, что истерики Бритни, она же их увидела в лице мамы, в том, как мама ведет себя, а потом это все было спроецировано на Бритни, такое поведение, что, типа, не Бритни первая начала, не она виновата, не ее поведение. Потом мне очень нравится интересный момент, вот из детства уже, когда она стала подростком, да, что она рассказала, что, в принципе, с мамой были такие нормальные отношения, и она начала ее водить по всяким музыкальным конкурсам. Первым из таких значимых был конкурс Star Search, где она получила 4 сотых 75 десятых, я же читал, запомнил звезды, и не прошла, но мальчик там прошел. И потом она пробовалась в клуб Никки Маус с Кристиной Агилерой, и тоже не прошла, потому что ей было 8 лет, а там принимали с 10. Интересный момент, что в дальнейшем Бритни вспоминает уже, когда она стала популярной, что те вопросы, которые задавали ей журналисты, были, мягко говоря, некорректными, да, но с самого начала она прям упоминает этот диалог в книге на конкурсе Star Search, ее спрашивают маленькую девочку, ведущую, есть ли у тебя парень? Она говорит, нет, она говорит, а нравлюсь я тебе? Взрослый вот этот мужик спрашивает этого маленького ребенка. И она как будто бы начинает этого вопроса бояться, и этот диалог он упомянут в книге именно после истории с папой, который вынуждал маму на все эти крики. То есть опять же идет подводка к тому, почему, что и как. Хочу еще отметить, что мне очень понравилось, как Бритни описывает свою сексуальную жизнь, свое сексуальное созревание. И вообще, ну, взросление как подростка, она очень прикольно рассказывает, как она начала курить сигареты со своими сначала. Она говорит, я курила сначала с парнями, я вообще чувствовала себя такой крутой, но потом у меня была плохая подруга, с которой я покуривала там. Говорит, нас застукали в туалете учителя, но, говорит, я начала врать, что нет, мы не курили. А подружка говорит, можно, говорит, потом я буду говорить, ты молчи, ты так плохо врешь, Бритни. Говорит, это самая плохая подруга, она была такой крутой девочкой в школе, у нее был старший брат, и Бритни, он нравился. Она пошла ночевать к этой подружке, и, значит, посреди ночи этот старший брат ее подруги пришел к ней в комнату, она говорит, это был мой первый поцелуй, он начал меня целовать. Он говорит, больше он ничего не делал, но вот дело дальше поцелуя не зашло, но это был такой вот первый настоящий страстный поцелуй, который она запомнила. Но что меня действительно удивило, да, Бритни лишилась девственности в девятом классе. И об этом она рассказывает очень подробно, что у нее был, ну, ее старший брат Брайан уже был крутым парнем в школе, и у нее были друзья, которым было по 18 лет. Собственно, ее первому парню было 18 лет, это был друг ее брата Брайана, с которым она не только переспала, но и встречалась какое-то время. И плюс даже рассказывает, что она ходила утром в школу, а потом, говорит, сбегала с половины уроков к нему. День был очень хорошо построен. Вообще классно, они делали все дела. Нет, до обеда мы учились, а после обеда мы делали все дела. Да, мама говорит ей, ну, до мамы дошло, да, ее вызвали в школу, сказали, что она пропустила 17 уроков. Она говорит, ты как, где ты была вообще, как ты сбегала? Говорит, я просто подделывала твою подпись. Всего-то. Если переходить к самому началу творчества Бритни как сольной исполнительницы, то в книге присутствует несколько линий ее общения с людьми, которые максимально повлияли на ее развитие как на артиста. И таким вот одним из первых людей стал человек по имени Клайв Калдер. Это основатель Jive Records, как потом уже узнала Бритни. Но войдя в его офис, Бритни этого не знала. И это было, кстати, хорошо. И это было хорошо, потому что она была просто очарована, удивлена и настолько поражена самим вот этой презенс этого человека. Она увидела в нем, как она пишет сама, то, что она себя представляла, то, чем бы она хотела являться в этом мире. И очень тоже хорошо показано, что как иногда важно встретить хотя бы одного, но правильного для себя человека, чтобы весь твой мир перевернулся и ты поплыла в правильном для себя направлении. Очень важно иногда, чтобы человек, который занимает такую позицию, увидел и в тебе то же самое, что ты можешь делать, и ты это делаешь хорошо. Это вот прямо толчок к ее карьере он это знакомство дало. Потом Бритни рассказывает, что она начала запись в студии с продюсером Эриком Фостером Уайтом. У нас про него есть тоже небольшое упоминание в одном из Сашиных видео. Я думаю, он сейчас что-нибудь сделает здесь, и вы сможете нажать. Да, обязательно посмотрите видео. У нас сейчас, Наташа, есть серия видео по местам Бритни Спирс, где мы рассказываем о видеоклипах Бритни Спирс, локациях, как туда добраться, где это все снималось. Есть история про клип «From the button of my broken heart», где вот как раз-таки указывается этот... Эрик Фостер Уайт. И, конечно же, прямо в той же главе идет знакомство с Максом Мартином. О, легендарным. Легендарным Максом Мартином. Причем она говорит, мне сказали, что вот тебе стоит поработать с таким-то продюсером, его зовут Макс Мартин. Она говорит, и я тут, значит, сама спрашиваю ни с того ни с сего, а с кем он работал? Да, да, да. Ей говорят, что типа он работал с Бэк Стрит Бой, с Брайаном Адамсом. Она говорит, ну хорошо, тогда хорошо, познакомимся. Еще прикольно, она говорит ей, тебе нужно поехать в Швецию, потому что, ну, Макс Мартин из Швеции. А она говорит, я столько времени провела в какой-то кабиночке, записывая свои демо-песни. Говорит, я не понимала, в чем разница между буточкой в Швеции и буточкой в Нью-Йорке. Говорит, ну хера мне ехать в Нью-Йорк? В Швецию. В Швецию. Касаемо еще самого знакомства с Максом Мартином, для меня это была новая информация. Они, их первая встреча была камерная, один на один. Они пошли в ресторан, и сидя в ресторане за столом, у них была свеча, и она падает, и весь стол в буквальном смысле загорается. Да, секунду всполыхнул стол. Пламя, пламя, стена пламени. И мне кажется, это прям такая вот хорошая метафора, как бы, что между ними такой огонь возник изначально. Вся эта энергия спровоцировала это пламя, и это стало задатком их невероятной работы вместе, коллаборации. Ведь Макс был тем человеком, который создал звук Бритни Спирс, таким, каким он являлся, каким мы его любим, и за что мы изначально слушаем Бритни Спирс. Кстати, несмотря на то, что существует же много теорий, я и в этой книге, ну, вот, не поднимается, что ей, как бы, ломали голос, что в дальнейшем, да, ее вот этот узнаваемый baby voice, он, как бы, ну, сыграл снизилую шутку, потому что в другом имплуа ее не воспринимали. У нее же, если посмотреть детские выступления, очень глубокий, низкий голос. Очень сильный голос. Но она говорит, что во время записи Baby One More Time альбома, вообще, на самом деле, когда она должна была записывать хит-сингл, вот этот свой первый Baby One More Time, она до этого уже какие-то песни записала. Она говорит, я днями и ночами пропадала в этой студии, я, говорит, уже не понимала, где ночь, где день. И, говорит, перед тем, как записывать Baby, говорит, у меня был сорван голос. И, говорит, когда я пришла в студию, Макс Мартин сказал, что за хрипотца у тебя? Она говорит, давай сделаем больше, типа, Iron B в этом, чем поп. И он это услышал, тебе ей понравилось. И вот ее вот это, короче, вот это ее немножко скрипящий голос, он был в то время, она сама пишет в книге, голос был уже сорван. Да, причем ведь она тоже об этом в книге говорит, что перед записью песни Baby One More Time она слушала песню Tainted Love в версии Soft Cell. И она прониклась этой сексуальностью песни, более R&B звучанием, и Макс ее понял, и они создали именно такой продукт, который именно вот стал как продуктом вот этих вот эмоций, которыми она пережила из-за песни этой сексуальности, хрипотцы. Ну, раз мы заговорили о песне Baby One More Time, давайте вспомним клип, потому что в книге Бритни подробно описывает, как она участвовала в съемках, что это был самый запоминающийся момент в ее жизни. И во многую степени потому, она говорит, я была настолько с собой, говорит, меня вообще никто не знал. То есть, песня вышла на радио, и чуть позже вышел клип. То есть, визуально ее еще никто лица не видел. И вся та команда, с которой она работала, и когда она ходила, говорит, на какой-то обед, перерыв, люди, меня никто не знал. Я чувствовал такую свободу вообще в своих действиях, что, говорит, потом это было небо и земля в сравнении, когда ее начали узнавать. И сюжет, собственно, клипа Baby был идеей Бритни, что было известно, но я до этого не знал, что концепцию изначально, которую ей предложили, была такой, что она должна была быть в образе астронавта, в которой потом они реализовали в клипе Oops I Did It Again. Она говорит, я вообще не понимала, как это вяжется с песней. И она говорит, я сказала Нейджелу Дику, режиссеру клипа, давай, говорит, мы просто будем, можно я буду просто в школьной форме? И как будто, типа, начинается урок, а когда звенит звонок, мы начинаем отрываться. Это был основной месседж. Да, моя аудитория поймет вот такую версию, в отличие от астронавта. Она, видимо, поняла именно ту свободу, которую хочет иметь школьник. А какая свобода? Это чтобы прозвенел быстрее звонок и сменить свою школьную форму на свой прекрасный наряд и прекрасных мальчиков, которые там сидели. На чем тоже настояла Бритни, чтобы были cute boys обязательно в клипе. Да, прикольное воспоминание, кстати, что она, говорит, моя подруга Фелиция Куотта, которая была, кстати, ее ассистенткой с самых ранних, ну вот с того периода Бэйби Монтайм, потому что она, говорит, маме было не всегда удобно со мной ездить на прослушивание, на звукозапись. А мне, говорит, было всего 15 лет. И она была хорошей подругой матери. И она, говорит, ну ты поезди с Бритни там по вот этим конкурсам. И говорит, Фелиция была со мной день и ночь. Она была ее очень близкой подругой. И, говорит, мы даже ее сняли в клипе в виде учительницы, и вот там снимается Фелиция. Ну, как бы это известный факт, но Бритни рассказывает об этом в своей книге, то есть упоминай, насколько это важно для нее. Потому что, ну, потом, конечно, отношения Фелиции с Фелицией у ней разойдутся, к сожалению, их пути. Не по ее вине, не по ее вине Бритни. Надеюсь, что Фелиция это все понимает и знает. В качестве своего промо-тура для альбома Baby One More Time Бритни начала выступать в моллах. Тогда это было популярно. То есть прийти в молл и представить людям свою музыку, чтобы они просто... После молл-тура у Бритни начался тур с NSYNC, где она выступала на разогреве у NSYNC. Я думаю, что очень многие из вас помнят все вот эти вот видео, которые нам давали, о том, что люди приходили за Бритни Спирс на эти концерты. Причем я сейчас помнила, что была в Веймэйдинге с 2009 года, где Бритни выступала вместе с NSYNC и представляла их как мои друзья. Да-да-да. Потом Бритни рассказывает вообще, как в тот момент она начала встречать все больше и больше знаменитостей. И она говорит, я не могла поверить вообще, что я вижу этих людей. И когда она в гримерке на какой-то церемонии, она увидела Марай Керри и пошла к ней поздороваться. Она говорит, ой, там здрасте, забор покрасьте. Говорит, давайте сфоткаемся. Так, конечно, давай. Я, говорит, начала вставать к ней. Она говорит, не-не-не, девочка, это моя рабочая сторона, ты встань вот здесь. Она говорит, Марай Керри была в то время первая, кто знала, что такая кольцевая лампа. У нее они были, и она несколько раз ее поправляла. Да, причем Марай Керри, как Бритни описывает именно своим прекрасным голосом. This is my good side, girl. My good side. Да-да-да, там несколько. It's my good side, girl. Да-да-да, в тему про премии Бритни в 2000 году выступает на премии Video Music Awards MTV. Очень известная, одно из самых красивых выступлений, где она поет свою кавер, свою версию песни Rolling Stones, I can't get no satisfaction, и дальше переходит в Oops, I read it again, снимая с себя темный костюм и оставаясь в таком блестящем нюдовом стразах наряде. И, кстати, тема о том, что потом пошло вот это вот шейминг Бритни за то, что она слишком сильно оголяется. И самое интересное, что на эту песню Rolling Stones под себя, ведь с правилами на альбоме мы все это знаем, там типа, что моя юбка слишком узкая, как вы можете мне вообще что-то указывать? И вот это все, и на нее просто начинают катить бочки из-за этого. Да, катить бочки конкретно, причем она говорит, на тот момент она уже начала встречаться с Джастином, и она говорит, я заметила четкую разницу, какие вопросы задают журналисты Джастину и какие задают мне, потому что ей спрашивали про девственность, про пластические операции. Ну, как бы сегодня такое вообще просто неприемлемо, чтобы, ну, артисту, не то что артисту, вообще задавать такие вопросы человеку. Кстати, в книге Бритни подмечает, что ее грудь настоящая. Да? Да, 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 я несколько раз это переслушивала, пересмотрела. Блин, честно говоря, я думал, что вот тот период у нее был когда-то, прям такие дойки, извините меня, были. Вот в какой-то период короткий была очень большая грудь. Может, ее там что-то подставляли в нее? Может быть, подставляли. Потому что тогда я читал, что ей вставили имплант, и она их быстро вытащила, потому что она не могла танцевать, и тяжело было. Я это все читала, но в книге есть эта фраза действительно, типа, они настоящие. Слушай, я думаю, на самом деле, что она врет. Она ничего не написала про операцию, либо это было специально так сделано, я не знаю. Грудь у нее реально где-то была большая, но, возможно, это просто связано либо с циклом женским, либо она просто повзрослела, в конце концов. Плюс у нее довольно, ну, у нее комплекция такая, что это нормальный размер груди, даже в ее возрасте. Ну, сейчас мы смотрим в Инстаграме ее голые фотки, там у нее большие сиськи, ну, не маленькие. Ну, мы этого не узнаем, конечно, сейчас, правда это или неправда, но если мы верим правде Бритни, которую она здесь рассказывает, то... Слушай, я не думаю, что на самом деле она это, что она это соврала, потому что она столько... Ну, а зачем? Если она рассказала, во сколько она потеряла детство, что она курит сейчас. Я курю сигареты Вирджиния Слимс, как и в итоге курила моя мама. И вот мне нравились мальчики рано, и все, ну, все достаточно откровенно. Там же что-то было вырезано. И также, конечно, в тему той эпохи Бритни упоминает свое выступление на суперкубке, на супербол вместе с Aerosmith, NSYNC, Mary J. Blige. И она рассказывает, что у нее было всего неделя, ну, очень короткое время на подготовку. В сравнении с тем, что себя сейчас представляет выступление на суперкубке, тогда это было не настолько важно, но уже тогда на том уровне, в котором суперкубок был, Бритни делала из этого настоящее шоу, просто знаменательнейшее шоу. Да, еще с такими звездами. С такими звездами, которые, собственно, стали ее друзьями, как Стивен Тайлер, например. Да, просто сейчас многие даже не знают, что Бритни выступала на суперкубке. Просто сейчас все говорят в целом время, супербоу, супербоу, и там выступает там Рианна, Дженнифер Лопес, Шакира. Это прям так массово освещает, что это выступление, что это какой-то эпогей, знаешь, карьеры. Вот такой, а Бритни это делала. Бритни это делала, да. Просто в начале своей карьеры. А Дженнифер Лопес, извините, посвятила этому целый документальный фильм. «Я на супербоу, я на супербоу». И очень была разочарована, что она делит это место с Шакирой. И при всем при этом, если еще немножко назад обернуться, то суперкубок был предложен в Экстрит Бойс, но они от него отказались, потому что это было не так важно для них. Если бы они тогда знали, насколько это будет важно. Ничего себе я не знала. Да, это факт. Но, к сожалению, они отказались. А теперь их не позовут. Кто знает, мне их не позовут. Конечно, тему, которую нельзя обойти стороной, это роман Бритни Спирс и Джастин Антимберлейка. Они на самом деле были главной парой в музыкальном бизнесе и такой ролевой моделью для всех тинейджеров, на которых они тогда влияли. Молодежь на них смотрела, и они все говорили, мы хотим быть как Бритни Спирс, мы хотим быть как Бритни Джастин. Была такая идеальная картинка, идеальная пара. И почему Бритни Спирс вообще считалась такой ролевой моделью для поведения? Я когда-то тоже говорил, да, что если, допустим, Мадонна, она была агрессивная, опасная, выросшая без семьи, и всегда шла на пролом и делала, то Бритни не представляла опасность для среднестатистического ребенка в американской семье. Она добрая девочка, она не может плохо повлиять на моего ребенка, как Мадонна. Она не поет песню Like a Virgin, эротика и прочее. Она hit me, baby, one more time, sometimes I was born to make you happy. И вот, и вы же, и в этом вся была фишка, что когда Бритни стала такой, какая она есть, общество ее начало настолько критиковать. И вот это доен Сойер, потом в дальнейшем интервью, да, вот это все. И у меня был шок, конечно, что в их отношении с Джастином Тимберлейком был вот этот факт аборта, который был, кстати, в начале отношений. Они же не сразу после этого расстались. В возрасте, если я не ошибаюсь, 19 лет это произошло. Да, и говоря про аборт. Для меня было новостью, что аборт не проходил в клинике. Я в Аху, честно, был. Да, то есть это было между тремя людьми. Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк и Фелиша, Фелиция, ее ассистентка. Когда она об этом узнала, они поделились с Фелицией информацией, и она ей сказала, ну что ж, Бритни, если ты хочешь аборт, то это будет больно, нужно будет потерпеть, но это пройдет. И она говорит, что я заперлась, я что-то выпила, я заперлась, в смысле что-то, ну какой-то препарат. Заперлась в ванной и почувствовала настолько невыносимую боль, которую она в жизни не чувствовала никогда ранее. Она чувствовала, что просто что-то разрывается в ней. Я, вот честное слово, когда я это слушала, мне просто очень хотелось плакать, я чувствовала всю боль, через которую тогда проходила Бритни. И Бритни даже говорит, что сейчас я не помню, что тогда было, но то, что я помню, это та сквозная боль через все ее тело, которую она пронесла через всю свою жизнь, которая до сих пор в ней тогда сидит. И насчет того, чье это было решение, если мы говорим, что только три человека знало про все про это, то они типа с Джастином решили, что да, лучше будет без ребенка. Но Бритни также упоминает, что если бы только от нее решение зависело, то она бы ребенка оставила. То есть получается, что она каждый раз выбирала Джастина, выбирала их отношения, выбирала себя в этих отношениях, их любовь. И вот ты сейчас заговорил про Даян Сойер, которая просто унизительным образом взяла у нее интервью, вот это вот, на ее же диване у Бритни дома. Я помню ее глаза Бритни, когда она настолько как бы спокойно вот была внешне, ну изначально, да, то есть она не стала на нее накидываться с оскорблениями. Она просто сказала, что вам нужно типа знать еще вторую часть истории с другой стороны. И сейчас я понимаю, что у этой вот молодой женщины, у Бритни, в глазах было вот это все и аборт, и то, что он ей изменял Бритни. И тут ей какая-то вот эта непонятная репортер начинает ее обвинять, что типа ты столько боли ему принесла. Она сидит, она даже ничего не может ей ответить. Она ни один его слова про него плохого не сказала. Она его настолько любила, вот мне кажется, до сих пор. Причем мало того, что ей нельзя было говорить, она реально, она просто очень хорошо к нему относилась и к их отношениям. И мне реально просто очень-очень больно было видеть ее глаза, что типа вы столько не знаете про мою жизнь, вы столько не понимаете, через что я по-настоящему прошла. И вот это то, о чем я говорила в начале видео, что хватит ли у сейчас у всех этих обидчиков вообще мозгов или силы хоть что-то еще ей сказать Бритни, в чем-то ее обвинить, когда она прошла через такие вещи, через которые, возможно, эти люди не проходили никогда в своей жизни. Словом сказать, что все решения тогда принимались, наверное, индустрией, и, наверное, да, как ты сказала, что если бы от нее зависела, она бы, конечно, отставила ребенка. Просто я думаю, что было давление. Ты представляешь, какое вообще было на нее давление? Я представляю, но также я представляю. Во-первых, мы знаем, я, по крайней мере, очень много читала, что Бритни всегда хотела семью. Это была ее мечта. Да, приоритетом. И мы не знаем, что бы случилось, если бы Бритни тогда бы выбрала ребенка. Даже если бы она рассталась бы с Джастином, то очень может быть, что тогда, уйдя на некоторое время из музыкальной карьеры, и просто начав быть матерью, она бы испытала бы настоящее счастье, которое бы ей дало еще больше толчок в развитии карьеры, больше вдохновения, больше всего. И, возможно, бы ее жизнь тогда пошла бы по более какому-то легкому, правильному для нее пути. Просто потому, что у нее были бы желания исполнены, даже если бы не было бы отношений с Джастином. Но она, как и, наверное, большинство девушек, особенно в ее возрасте, выбрали любовь. Кошмар. Кошмар. Это самый для меня ужасный момент в книге, несмотря на весь этот консерваторшип. Нет, это было самое-самое жесткое. И у меня всегда было это чувство, что в том, что произошло с Бритней, виноват Джастин. Потому что как-то вот после окончания их отношений все пошло просто не так. Да, да, Бритня не должна была, типа, ну, как-то сама его забыть, это все понятно. Но у нее даже не было вот этого времени, чтобы забыть. Но об этом поговорим попозже. На самом деле, про тему их расставания Бритни пишет свои книги. И режиссер клипа «Overprotected Dark Child Remix» вспоминает, что Джастин бросил ее по СМС во время съема клипа. Она сидела в гримьерной, вся в слезах. Он к ней подходит и говорит, что происходит. Она ему показывает дисплей телефона. И там написано, что все кончено. То есть вот так вот он с ней расстался. И он ей говорит, ну, слушай, осталась последняя сцена. Давай снимем вот сцену под дождем. Она вся была размазана, и там уже нельзя было снимать. И как раз вот я смотрю этот клип совершенно потрясающую, эту энергию. И не могу поверить, что это вот снималось при таких обстоятельствах. Вот этот танец под дождем совершенно роскошный. Она невероятно выглядит. Как потом она скажет, самое красивое в творчестве рождается, когда у тебя разбито сердце. Я вот тоже хотела об этом сказать, что насколько ей было плохо, она была просто повреждена, да, изнутри. Но ее движение в этом клипе настолько отточено. И для меня это до сих пор это из самых красивых клипов. Да, я видела эти странно, что она настолько у нее невеселые глаза в этом клипе совсем, где она под дождем. Но это реально четкие движения. Она настоящий профессионал даже в состоянии самого ужасного расставания в ее жизни. Да. В своей книге Бритни пишет, что когда они расстались с Джастином, она знала, что у него примерно было по 6-7 девушек за неделю, с которыми он спал. И Бритни тоже решила, что ну как бы хватит и мне грусти, я сейчас как-нибудь реабилитируюсь. И в один прекрасный момент она узнает про актера по имени Колин Фаррелл. Да. Ну собственно единственные с ним фотографии это на премьере фильма, где он ее обнимает, единственный ивент, который был. На самом деле в том интервью на киррен премьере он сказал репортерам, что ничего серьезного между нами нет, мы просто встречаемся, просто развлекаемся. Говорят, что Бритни ушла с этого мероприятия, как только уехали папарацци. Ну в тему развлечений и тех отношений, она кстати в книге делится, что во-первых она пришла к нему первый раз, когда они еще не были знакомы, она приходит к нему на съемки, садится в кресло режиссера фильма, он к ней подходит и типа дай мне типа гайденс, как мне себя вести. Вот и между ними загорелось пламя, вспыхнули отношения, которые были очень-очень такими показными. Ну я думаю да, это была какая-то страсть сексуальной энергии, потому что она говорит там, ну использует выражение, что мы не могли друг от друга отлипнуть. Да, мы не могли, вот хорошее слово, я не могла подобрать его, и причем при всем при этом она была премьеру приглашена, там познакомилась с его родителями, которые очень хорошо к ней отнеслись, так же как к ней очень хорошо и семья Джастин относилась, в том числе, в отличие от ее семьи. Ну вот этот период с отношениями с Колином был хорошим периодом в ее жизни, она о нем очень хорошо отзывается. Если личная жизнь Бритни в 2001 году трещала по швам, то ее карьера набирала только обороты, это самый пик, наш любимый альбом Бритни, который, ну, стал таким, ну, среди русских поклонников точно вообще одним из самых любимых, для нас тогда только уже, ну, влились в это MTV, и вот эти все уикенды, это как раз вот был тот период. Я помню, что было тогда, и вот и Слейф показывали, стоп снятый, и все там, что хочешь. А я помню ТРЛ, который, на котором Джастин тогда еще и появился, ну, вот это вот, в честь альбома Бритни. Ну да, да, в честь альбома Бритни вот это ТРЛ, и пока у нас показывали русские озвучки, да. Собственно, Бритни в своей книге вспоминает момент выступления на Video Music Awards со змеей, и говорит, что люди не видели этого по телевизору, но, говорит, когда мне передавали эту змею, она была такая слизкая, скользкая, я взяла ее, и когда пошла с ней по сцене, она начала высовывать язык, и мне прямо в лицо этим языком, она говорит, блин, что ты делаешь? И она говорит, мне казался этот момент вечностью, пока я передам ее обратно, и она говорит, я думаю, вот просто танцуй, танцуй, и все будет нормально, себя успокаивало. Потом она в интервью говорила, что never ever, я больше вообще, о чем я думал, и сейчас бы я никогда не взяла самую на сцену змею в качестве реквизита. Вопрос к тому, что она не могла говорить нет никому, она всегда соглашалась, она не была в главе этого корабля, не за рулем своей карьеры. Да, хотя тот тур, который был Dream Within a Dream, она вспоминает как один из лучших ее туров, она говорит, что команда работала превосходно, но она вспоминает о том, какие в туре были эффекты, декорации, она говорит, что там был дождь, снег, и говорит, там была египетская ладья. Это вот прямо написано в тексте книги, Бритни просто путает. Египетская ладья была в 2011 году в Fame Facial Tour. В 2011, в 2011, ну не важно. Да, слушайте, и это такая ошибка, которую я думаю, боже, может у меня что-то память меня подводит, я что, где египетская лодка ладья в Dream Tour? И тут мы, ну вот очередной раз, как бы понимаем, что, скорее всего, Бритни, ну кто просто, кто-то сомневается, что Бритни сама писала книгу, но это очевидно, она просто вот перепутала и говорит, что в 2001 году у нее была египетская лодка из Fame Facial Tour. И также в тот период, конечно же, начались съемки, ну и закончились, съемки фильма «Перекрестки» «Кросс Роудс» с Бритни, и Бритни тогда поделилась в книге информацией о том, что она очень сильно вжилась в роль Люси, вот этой вот странной девочке, закомплексованной девочке. Ну что там было на самом деле, ну, вживаться, я сначала подумал, но когда вот я на самом деле пересмотрел, Бритни там действительно играет. Бритни играет, а ведь она по сути тогда была прям такой sassy girl, которая могла, которая на себе держала всю публику, а тут Люси, которая боится просто к микрофону выйти, ее просто, ее, как это, выдворяют на сцену, на нее надевают одежду, которая ей не свойственна. И Бритни говорит о том, что она очень, настолько сильно вжилась в роль, что она считает, что те девушки, с которыми она вместе играла в фильме, ее подруги считали в реальной жизни немножко ненормальной, потому что, ну, как бы она через чур была в своей повседневной жизни той же Люси. И Джастин тоже ей спросил, типа, кто ты? Вопросы, кто ты? Да, она в своей книге употребляет такие выражения, что они думали, что я немножко того, потому что я начала ходить по-другому, двигаться по-другому, и, ну, никак не могла выйти из этого образа. И говорит, вот почему так запомнился этот момент, и говорит, что к чему? Вот я пошла, говорит, там в кафе с подругой, и говорит, я помню тот момент, когда я вышла из этого персонажа. Меня, говорит, как выключило, перещелкнуло. Да, и с тех пор Бритни говорит, что она не хочет больше заниматься актерской карьерой, потому что она очень сильно ассоциирует себя с персонажем, она просто не может позволить себе кем-то еще стать, и тогда ей еще больше урон может нанести, как человеку. Да, так она отказалась от роли в фильме «Дневник памяти». После кастинга роль досталась ей. Кстати, сейчас в сеть выложили эксклюзивные кадры, прямо вот на накануне выхода книги, с кастинга. Да, я не видела. То, что тогда я отдала предпочтение записи альбома «In the zone». Кстати, интересно, что тот факт, в книге я об этом не знал, что Бритни отказалась от роли в мюзикле «Чикаго», и говорит, что спустя годы, наверное, она бы приняла в нем участие. Она говорит, это было настолько мое, говорит, они двигались, танцевали в стиле «кусико-долз», срывали себе корсеты. Говорит, я сейчас понимаю, что это было бы классно. Но в тот момент, говорит, я вот шла по колее музыкальной карьеры, и мне казалось, что шаг влево, я, говорит, не могу сейчас себе позволить. Я вот нашла вот эту нишу, иду, все складывается, говорит, вдруг ответвление в кино будет, ну, не очень. Хотя роли предлагались, несмотря на то, что она получила «Золотую малину» за перекрестки, да, как худшая актриса тогда. Не смотивировали ее тогда кинокритики, да, и индустрия, хотя предлагали ей роли, но, как бы, пристыдили вообще за роль в перекрестке, считается таким проханным. Малину много кому вручали, поэтому не нужно на это не мое. Дженнифер Лопес вручили «Малину» за фильм «С меня хватит». Вот так вот. А это мой любимый фильм «Дженнифер Лопес». Кто там в этих академиях сидит, непонятно. Какие-то непоклонники Бритт Неспирса. Вообще, абсолютно. Нас забыли спросить. Забыли, надо как-то им дать понять, что мы существуем. Бритт Неспирса. Академия